С Новым Годом, дорогие наши друзья! Двухтысяч двадцать четвёртый год наступил. Это Новый Год. Может быть, в старом двадцать третьем году у вас были какие-то скорби, печали, радости, трудности. Но вы и мы открываем новую страницу нашей жизни. И мы хотим сказать, что многое зависит от нас, но многое и не зависит от нас. Многое Бог определяет в своём плане. И не всегда всё получается так, как мы хотели бы. И как планировали. Но мы всё равно вас поздравляем. И желаем вам мира в ваших домах, семьях, в ваших городах и странах. Мы желаем благословения, успеха и устройства во всём, что вы делаете. Также я хотела сказать всем вам, кто вместе с нами общался этот целый год. Вы слушали наши передачи, мы общались с вами через интернет, через диджитал, эту систему. Фактически у нас столько друзей через YouTube. Мы не можем вас видеть физически, но мы общаемся с вами. И это очень ценно. Почему? Потому что где бы вы ни были, в какой стране, в каком городе, благодаря интернету, благодаря этой платформе YouTube, Facebook и другие платформы, мы можем вместе с вами общаться. Мы только переехали в этот дом, ещё всё расставляем, столько много. Мы нашли маленький уголоку. Хотим просто вас рассказать. Временно, ещё не поставили свою студию, ещё возьмёт время. Но мы хотели вот в нескольких минут поздравить и сказать, что действительно этот год был год благословения. И я вот могу сказать так, что Господь Иисус Христос, в Которого ты и я веруем с самого детства, Он был в нашей лодке. И я вспоминаю такой момент, я хочу сказать для всех вас, такой момент для размышления, когда Иисус Христос был в лодке, где были ученики, и они плыли с одного места в другое место, и он уставший, потому что его постоянно люди окружали, он очень много общался, служил, мало спал, и он заснул во время шторма. И подходят ученики его, будут говорят, учитель, ты что, не видишь, что мы погибаем и тонем? И он проснулся, запретил шторму и сказал, маловерные вы. И я так и смотрю, такой лёгкий маленький укор для своих друзей, близких учеников, что если я с вами в лодке, то ваша надежда должна основываться не на том шторме, который вокруг вас, но ваша надежда должна основываться на том, что я Иисус Христос вместе с вами. Даже если кажется нам, что нас Иисус не слышит, но он в лодке, он спит, значит, эта лодка никогда не подходит. Так что, make sure, сделайте так, чтобы Иисус Христос всегда был в вашей лодке. Это очень и очень важно. И давай споём, как обычно, что-нибудь споём в благодарность нашему Спасителю, Иисусу Христу и Богу Отцу. Я ещё хотела сказать. Мы маленькую передачку делаем, потому что мы работаем в этом году, получается, что мы Новый год будем встречать на работе. И хотим немножечко, просто пять минут с вами пообщаться. Пожалуйста, давайте споём. Подключайтесь. Здесь нет микрофона. Такая обстановка аудиокомнатная. И света недостаточно. Всё так вот. Мы такой маленький уголок нашли. Подключайтесь. Пусть Бог вас благословит в этом году. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok